Всем привет! Сегодня хочу рассказать про вакууматор. Многие люди уже пользуются давным-давно, но я для себя только сейчас сделал такое открытие. И будем пробовать, как бы просто побаловаться. Я с ним уже побаловался, теперь будем делать как бы заготовки. Я вот тут подлёдным ловом наловил рыбу немножко, её закоптил горячего копчения и начал вакуумировать. За раз это всё равно всё не съесть, то есть мы несколько рыбок оставим на еду, всё остальное завакуумируем. Делаю вот такие бирочки, пишу, что она рыба копчёная, 22 марта 2019 год, чтобы мне потом в морозилке, когда это всё будет заморожено, понимать. Вот маленьких окушков, как бы я их закоптил и потом они немножко как подвялились, вот так вот подсохли. И я их вот так вот завакуумировал. Вот такая получается тема. Так, сам вакууматор покупал на Алиэкспрессе, вот такой коробочке. И с ним были вот такие пакеты ещё какие-то пробные. Я их несколько штук использовал, но купил также вот такие рулоны. Рулоны разной ширины, самый широкий 28, потом 25, 20, 15 и 12 сантиметров. Каждый рулон длиной по 5 метров. И сейчас мы будем как бы вакуумировать рыбу, поэтому сильно широкий нам не нужен. Ну, допустим, вот такой возьмём, 15 сантиметров. То есть вот кумжину сюда засунуть вообще в лёгкую, там или вот такие небольшие. И завакуумировать, чтобы не тратить большой пакет. Пакеты вот таким вот набором стоят намного дешевле, если покупать по одной. Так, для тех, кто не знает суть вот этого пакета. Вот сейчас покажу. Чем он отличается от обычного пакета, вот этот вот вакуумированный. Он с одной стороны шершалый, вот такой пористый. То есть, когда будете вакуумировать, этой стороной вниз наложить. Это для того, чтобы он мог вытянуть весь воздух оттуда. Чтобы не слепалось как бы. Так, ну, открываем пакет. Он идёт не пакет, а рулоном. Для того, чтобы нам это всё дело завакуумировать, надо один конец запаять. То есть мы сейчас, на вакууматоре есть две кнопки. На одну он высасывает воздух и вакуумирует сразу. На вторую он просто запаивает. То есть, сейчас мы отрежем по длине рыбы и завакуумируем один конец. Давайте сразу это самое запаяем один конец. Возьмём побольше, потому что там бумажка. Так, вот этой стороной шершавой надо ложить вниз. Защёлкивается и запаивается. Моргает индикатор. Как только он перестанет моргать, значит она уже запаялась. Так, всё, нижний у нас запаялся. Вот такой шов получается. Теперь, ну, давайте самую большую. Вот так вот с запасом. Отмерили, отрезаем. Так, засовывать рыбу надо стараться аккуратно, чтобы вот это место, где будет спайка у нас, было чистым ни в жиру, ни в воде, а стараться, чтобы оно было чистым, для того, чтобы запаялась хорошо. Рыба кумжа, очень жирная. Как-то вот так она у нас получилась. Мы сюда положим бумажечку, вот такую, то есть, что рыба копчёная, 22 марта 2019 года, чтобы мы потом в морозилке могли понять, что это такое и как это. По многу накладывать не буду, по причине, чтобы можно было сразу всё это достать, один раз открыть и скушать. Заправляем пакет вот в эти вот пакеты-держатели. Закрываем вакууматор, у него такие защёлки. Прижимаем с одной стороны, с другой стороны. И нажимаем кнопочку для вакуумирования. И вот снимай, как он будет сейчас воздух высасывать. Всё, он высосал воздух и запаивает. Сейчас вот видно всё, индикатор потух. Теперь можно всё это дело открывать. Мы защёлочки отщёлкиваем. Ты вот туда снимай. Ты видишь, защёлочки я отщёлкиваю. И поскольку там вакуум, она сейчас не откроется. Для этого нам надо вот эту пипку потянуть на себя. Она вакуум, там, раздвижение это убирает. И всё открывается. И получается у нас вот такая рыбка. Копчёная кумжа. Так, мы запаковали ещё две кумешки. Вставляем нашу бирочку. Съехала куда-то. Вставляем. Тут у нас есть такие держатели. Вот видите, запас сделал мало. И тут теперь у нас мешает хвост. Поэтому надо немножко рыбу поправить. Наискосок что ли. Чтобы хвост при запайке не мешал. Вот так уже не мешает. Уже сейчас запаяется хорошо. Вот это место должно быть чистое. Так, запаиваем. Вакуумируем и запаиваем. Надо, наверное, в следующий раз немножко раздвигать. Всё, вот такая у нас кумжа получилась. Ну давай ещё раз на всякий пожарный запаяем. Всё, вот такие кумешки у нас получаются. С бирочкой всё подписано. В морозилку оно не будет пахнуть. Не будет вымерзать. Не будут туда попадать, не знаю, воздух бактерий. Она не заплесневеет. Ничего с ней не будет. Так, про рыбу всё понятно. Теперь про хлеб. Вот кто в деревнях живёт, у кого нет магазина на каждый день. Хранить хлеб. Кто заказывает там или, допустим, кто едет на охоту, в путешествие, ещё во что-то. То есть вы покупаете свежий хлеб. Вот у нас батон свежий. То заводскую упаковку, если вы в ней будете хранить, оно всё очень быстро крякнет. Берём такой же пакет. Давайте мы сразу его резанём запасом. Запаяли один конец пакета этого рулона. Засунули туда хлеб. И сейчас будем вакуумировать. Вставляем в эти держатели. Всё, хлеб как только начинает сжиматься, мы нажимаем на стоп и запаиваем. Если вы будете дальше его, он вообще его сожмёт, хлеб этот. Но это уже будет перебор. Вот так самое то. Так, открываем. И смотрим. Вот у нас вот так батон получился. Также можно делать хлеб. Только хлеб нужно побольше. Естественно, брать рулон. Вот такой какой-нибудь на 28. И запаковывать. Можно точно так же делать даты. И всё. Он будет стоять без воздуха. Очень долго. Он не будет плесневеть, не будет черстветь, не будет мокнуть. В общем, очень долго будет храниться. Такие вот заготовочки у меня получились. Всё, они с датами. Всё, готовая рыба. Убираем морозилку. И всё. Также можно делать и свежую. Она не будет вымерзать. И вяленую. И любую другую рыбу, мясо, я не знаю, там, что угодно вакуумировать. Всё будет очень хорошо храниться. Ссылочки будут под видео на вакууматор, на эти пакеты. На вакууматор и даже три ссылочки дам. На дешёвый, как у меня, вот такой средненький. Есть более дорогой, такой более большой, там, с держателем для пакетов. И дам ссылки на вот эти вот универсальные пакеты. Кому надо, покупайте. Всё, всем удачи. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok